Сегодня в Москве на Троекуровском кладбище прошло трогательное прощание с выдающейся советской и российской актрисой театра и кино Ольгой Волковой. Артистка, чье талантливое лицо и неповторимый актерский стиль, знакомый многим поколениям зрителей, скончалась 20 января вечером от сердечной недостаточности. Ольга Владимировна Волкова стала иконой советского и российского кинематографа, прожив богатую жизнь, насыщенную творчеством и любовью зрителей. Ее обаяние и талант оставили неизгладимый след в истории отечественного кино. В начале своей карьеры Волкова получила небольшое количество ролей, но с годами ее уникальный актерский стиль и неподдельная естественность приобрели широкое признание. После 40 лет режиссеры стали ценить актрису за ее способность великолепно воплощать образы, уверенных в себе немолодых женщин. Роли строгих учительниц, придирчивых свекрови и тещ она исполняла с таким мастерством, что стала непременным лицом любимых фильмов, которые смотрят и пересматривают с удовольствием киноманы всех поколений. Прощание с Ольгой Волковой собрало множество ее поклонников, коллег по театральной и кинематографической сцене, друзей и близких. Ее яркая личность, теплое отношение к окружающим и талант останутся в памяти всех, кто имел удовольствие знакомства с этой удивительной женщиной. Кинематографическая биография Ольги Волковой – это история трудных начинаний и заслуженных успехов. Фильм «Город зажигает огни» стал первым шагом в ее карьере, однако долгое время невысокий рост и неброская внешность не привлекали внимания режиссеров. После распада СССР ее имя даже оказалось в списке актеров, не рекомендованных для ведущих ролей, в связи с отсутствием социального здоровья в лице. Переломным моментом стала роль в фильме «Я шофер», через два года после своего дебюта. С середины 1960-х Ольга Волкова стала регулярно появляться на экране, сыграв в таких известных фильмах, как «Захудалое королевство» и «Жизнь Матвея Кожемякина». Однако настоящий взлет карьеры произошел в 1980-х годах. В 1982 году она снялась в фильме Эльдара Рязанова «Вокзал для двоих», где ее яркая роль официантки привокзального буфета принесла ей заслуженное признание. Затем последовали шедевры «Забытая мелодия для флейты» и «Небеса обетованные», оба под режиссурой Рязанова, которые принесли ей всесоюзную популярность и увековечили ее в истории российского кинематографа. Список фильмов, в которых снялась Ольга Волкова, включает в себя такие хиты, как «Остров сокровищ», «Снегурочку вызывали», «Таск уполномочен заявить», «Убить дракона» и «Бедная Саша». В 1993 году ей было присвоено звание народной артистки России, подчеркивающее ее выдающийся вклад в искусство и признание коллег и зрителей. Ольга Владимировна Волкова оставила неизгладимый след в истории российской кинематографии, олицетворяя талант и стойкость в мире искусства. В 2000-х годах Ольга Волкова продолжила свою творческую деятельность, снимаясь в таких ярких фильмах, как «Тихие омуты» Эльдара Рязанова, «Новогодние приключения», «Мужчина с гарантией» и мамы. На актрису также приглашали в сериалы, где она успешно исполнила роли в ситкомах «Люба, дети и завод и дружная семейка». В 2001 году она воплотила образ Бабы-Яги в экранизации сказки Леонида Филатова «Сказ про Федота Стрельца». Особое внимание привлекла ее роль в популярном ситкоме «Папины дочки», где она играла до финала в 2013 году. В этом проекте Ольга Волкова исполнила роль Антонины Семеновны Гордиенко, бабушки главного героя и тещи Андрея Леонова. Героиня получила не только собственную любовную линию, но и профессиональную, представляя жизнь, ее проблемы и радости. В 2013 году актриса выпустила автобиографическую книгу «Перекрестки судьбы о моем доме», о моем театре, где поделилась воспоминаниями о своей работе и коллегах. В последующие годы Ольга Волкова, продолжила сниматься в фильмах, таких как мистическая драма «Жизнь после жизни», где она сыграла роль матери, и научно-фантастический фильм «Чародеи», который, к сожалению, не был завершен. В 2018 году она появилась в ретро-фильме «Хор», а в 2019 году, отметив свой 80-летний юбилей, снялась в сериале «Беловодье. Тайна затерянной страны». Сегодня Ольга Владимировна Волкова, несмотря на уменьшенное количество киносъемок, продолжает свою кинематографическую деятельность, а также активно участвует в театральных постановках. В 2021 году она с успехом сыграла несколько ярких ролей, в том числе в проекте «Проклятый чиновник» и мистическом детективе «Тайна Лилит». Ольга Волкова, помимо своей богатой актерской карьеры, также имеет интересную личную историю. Ее первым супругом был петербургский кинооператор Леонид Волков, с которым она прожила недолго, родив дочь Катю. Впоследствии, свободной от первого брака, она пережила роман с коллегой Георгием Тараторкиным, но их намерение создать семью не сбылось из-за противостояния матери Георгия. Фамилия Волков также присутствовала у второго мужа Ольги Владимировны, Николая Николаевича, также актера. Из этого союза родился сын Ваня, который стал известным композитором и актером, а сама Екатерина Волкова, дочь Ольги, последовала материнским стопам, став актрисой. Третий брак оказался самым счастливым и долгим для Ольги Волковой. Ее супругом стал петербургский театральный художник Владимир Хавралев. Вместе они прожили более 30 лет, и его уход в 2015 году стал для актрисы тяжелым испытанием. В своей личной жизни Ольга Волкова нашла утешение и поддержку у своих детей и внуков. Внимательно следя за своим здоровьем, она прилагает усилия, чтобы сохранить активный образ жизни и оставаться на сцене как можно дольше. Регулярные занятия гимнастикой, плавание, ходьба, а также посещение врачей помогают ей поддерживать великолепную форму. Она отказывается от пластических операций, считая признаки возраста своим достоинством. Сегодня Ольга Владимировна Волкова не только продолжает вносить свой вклад в искусство, но и является вдохновляющим образцом активной и талантливой личности. Звездный час Ольги Волковой как театральной актрисы, сиял в 1970-м, 1980-х годах. Начав свою карьеру в Тюзи, она затем перешла в театр комедии имени Николая Акимова. Через шесть лет, получив приглашение от легендарного Георгия Товстоногова, Волкова вновь сменила театр и присоединилась к труппе Большого драматического театра Ленинграда. Здесь ей посчастливилось трудиться под руководством Георгия Александровича, где ее актерское мастерство не только значительно усилилось, но также нашло широкое применение. Более 50 лет Ольга Волкова, оставалась в Ленинграде, но затем приняла решение переехать в Москву, считая, что столичный ритм жизни ей больше подходит. Несмотря на изменение места проживания, она не утратила своей востребованности в театре и регулярно получает предложения от режиссеров. Артистка вступила в театр «Русская песня», где активно участвует в музыкальных постановках, основанных на произведениях русских классиков. В 2021 году Ольга Волкова продолжает свою успешную карьеру на театральной сцене. Она блеснула на сцене Театра наций в постановке «Укращение строптивой», проводит творческие вечера и мастер-классы. Анонсы предстоящих спектаклей с участием актрисы, появляются на официальном сайте театра «Русская песня» и в ее инстаграм-аккаунте. Она продолжает вдохновлять поклонников своим искусством и талантом, подтверждая свою непрерывную любовь к театру и желание оставаться на сцене.